Зимой и лето, просто льда, зелёная была. Зимний инвентарь нашли с трудом. На лицах малышей нескрываемое счастье. Игрошки позабыты. Главные развлечения связаны со снегом. Воспитатели не успевают за всеми. Кто-то побежал купаться в сугробах, другие бросают снежки, но большинство отправились лепить снеговика. Пока ничего не вышло, вывод ребятни, снега мало и он не липкий. За последние сутки, сообщают синоптики, снежный покров составил 2,5 сантиметра. Правда, детский восторг разделили не все. Зима пришла, как всегда, неожиданно. Кладку асфальта дорожники перенесли на следующий год. До холодов осталось только облагородить территорию. И больше всего в этом помогает рабочим только тепло костра. Большинство строителей приехали с юга. Снег их скорее расстроил, чем удивил. Класть плитку в сибирские морозы тяжело. Улица Киевская. Пока перерыто машины, ездить не могут. Да и пешеходам передвигаться проблематично. Асфальта еще нет. Дорога гравийная. Но бордюры, плитка и газоны будут, обещают строители. Правда, все работы закончат не раньше новогодних праздников. Пока дорожники работают в авральном режиме, это уже норма. При минус восьми песок превратился в камень. Но люди продолжают работать. К смеси из песка и цемента прибавился пищевый снег. Русские валерки – настоящее спасение для иностранцев. Но легче не стало. На Степана Райзина ремонт уже близится к завершению. Дорожники обещают, что уже через неделю стройка завершится. Автомобилисты – еще одна жертва снегопада. Кто резину не сменил, отправился пешком. В ГИБДД предупреждают. Неожиданные осадки приводят к повышенной аварийности на дорогах. В межсезонье стоит быть вдвойне осторожнее. Гололед неизбежен. Соблюдение скоростного режима и соблюдать дистанционный интервал. То есть водители должны рассчитывать заранее свой скоростной режим во избежание столкновения с другой автомашиной впереди идущей, сзади идущей также боковой интервал. Поэтому нужно соблюдать правила дорожного движения. Этот ноябрь оказался аномально теплым, отмечают в гидрометцентре. Последний раз в 11 месяце года температура повышалась на 5-6 градусов выше нуля только 3 года назад. Обычная температура в ноябре от минус 3 до минус 8. Холодную погоду мы ожидаем еще сегодняшние сутки. Завтрашние сутки очень холодная будет погода. У нас ночные температуры по югу области будут понижаться ниже 15 градусов, а местами и ниже 20 градусов. И дневные температуры также сохранится отрицательный фон минус 6-8 градусов. Хоть по прогнозам в субботу и наступит настоящая зима, в воскресенье синоптики вновь обещают на самую температуру от нуля до плюс 5. Тепло продержится до середины следующей недели. Резкие похолодания и потепления в ноябре теперь станут обычным делом. Екатерина Семиусова, Александр Мукин. Новости сейчас.